Неделя спорта Подарили достаточно красивых голов и своей игрой действительно помогли скрасить День Святого Валентина. Вместе с болельщиками разнообразить данный праздник отправился наш корреспондент Василий Садзюба. Как рыба в воде. Героям сегодняшнего дня этот фразеологизм относится напрямую. В воде участники мировой лиги по водному полу проводят, пожалуй, большую часть времени. Это событие проходит здесь, в Казани, в Дворце водных видов спорта. Незаменимый атрибут спортсменов – круглый мяч и смешная шапочка, закрывающая уши, кажется милой. Но этого нельзя сказать о самой игре. Водное поло часто можно сравнить с борьбой. Соперники уделяют внимание не столько мячу, сколько игроку, владеющему им. Это предусмотрено и в правилах игры. В противном случае ватерполист удаляется из бассейна на 20 секунд, а после третьего нарушения навсегда. Таким образом, одна команда может взять численное преимущество над другой. В сегодняшнем матче оно было в основном за сборной Грузии, так как российская сторона вела более агрессивную игру, что и обеспечило им преимущество с первой четверти, которая закончилась со счетом 4-2 в пользу сборной России. В дальнейшем грузинская сборная не сумела реабилитироваться. Счет 10-5 и 13-6 во второй и третьей четверти. Наибольшей результативностью обладал Алексей Рыжов-Алиничев. Он забросил в ворота соперника четыре мяча, что и обеспечило российской сборной победу со счетом 19-8. Несмотря на то, что грузины показали не лучшую игру в матче, их болельщики оказывали большую поддержку своей сборной. Нужно отметить, что зрители со стороны обеих команд не проявляли агрессию, а наоборот создавали торжественную атмосферу, из-за чего матч Мировой Лиги закончился на позитивной ноте для каждой сборной. А следующая игра в группе «С» пройдет между командами России и Италии 14 марта, где определится сборная, прошедшая в основной этап соревнований. Ну, мы взяли реванш, наверное, за прошлый груз Грузии. Там была такая рамная борьба, мяч в мяч, а сегодня хотели более бедительно выиграть. И, конечно же, важно выигрывать. Это такой толчок для будущего. Всегда приятно побеждать. Это прибавляет уверенности. Теперь говорим о женском баскетболе. На этой неделе сборная Казанского федерального университета провела две встречи. Первую против Казанского авиационного института, вторую против Энергоуниверситета. Как именно проходили данные встречи и кто смог перебросать своего соперника, узнаем в обзоре нашего корреспондента Никиты Переверзева. Женский баскетбол имеет свою изюминку. В нем выигрывают за счет хитрости, тактики и интриги. Наблюдать за ним можно только с великим интересом. Так можно сказать и о матчах чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Казань» среди девушек, которые состоялись 15 и 18 февраля. В первый день на площадке встретились сборные Казанского федерального университета и КНИТУКАИ. Матч проходил в зале Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Первая четверть матча была напряженной. Фаворитами в ней оказались игроки КНИТУКАИ, показавшие активную игру. Но и соперник уступал ненамного. В последующих четвертях команда авиационного института расслабилась и стала чаще упускать возможности для атаки. Благодаря выносливости и успешным передачам мяча, баскетболисты сборной КФУ одержали победу с большим отрывом. Итоговый счет был 59-19. Второй день Казанский федеральный университет принял в своих стенах баскетболисток сборной Энергоуниверситета, настроя стремления к победе, которых в начале игры нельзя не отметить. Первая четверть выдалась непростой. Долгое время ни одна из команд не уступала друг другу. Но, благодаря проявленной стойкости и хорошо отработанной тактии игроков сборной КФУ, в последующих четвертях спортсменки Энергоуниверситета начали уступать в защите. И потерпели поражение со счетом 51-47. Никита Перевердев, Данил Хоснудинов, Денис Панкратов. Неделя спорта. На этой неделе рекомендуем вам посетить финальную часть чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Казань» среди мужских команд. Встреча состоится 24 февраля в спортивном комплексе «Каи-Олимп». За третье место поборются команды КФУ и КХТИ. Встреча начнется в 12.00. За первое и второе место играют Павловская государственная академия физической культуры, спорта и туризма и Казанский государственный энергоуниверситет. Финальный матч начнется в 15.00 по московскому времени. Обязательно приходи болеть за свою любимую команду. Спортом не только занимались, а спорте еще много интересовались и узнавали неизвестные для себя ранее факты. Интеллектуальный биатлон на спортивную тематику состоялся на прошлой неделе в Казанском федеральном университете. Сколько команд заявилось на турнир и какая из них смогла ответить на большее количество вопросов узнавал наш корреспондент Тимур Файзулин. 17 февраля в Институте международных отношений и истории востоковедения состоялся второй ежегодный спортивно эрудированный конкурс по интеллектуальному биатлону, где участникам предстояло ответить на ряд вопросов на спортивную тематику. В мероприятии участвовало 5 команд. 4 с Институтом международных отношений и истории востоковедения и одна с Институтом управления экономикой и финансов. Состязание проходило по правилам брейн-ринга в три тура, где в первом и втором участникам было необходимо ответить на 18 вопросов за одну минуту, а финальным двум сильнейшим командам нужно было ответить на скорость. Вопросы были по темам названия вида спорта, как зовут спортсмена или отгадай спортивный инвентарь. По итогам третьего тура победила команда Кам Ил из ИМУИФ. Почетное второе место заняла команда ИОФ, поколение НЕКСТ, а бронжу забрала команда исторического отделения ИМУИФ, великолепная пятерка. Тимур Файзулин, Игорь Белоногов, неделя спорта. Ненадолго отойдем от студенческого спорта и поинтересуемся, что было на этой неделе на международной арене. Обзор социальных сетей сейчас от Артура Мухина. Всем привет, меня зовут Артур и прямо сейчас мы с вами посмотрим, что же интересного было в социальных сетях спортсменов за предыдущую неделю. На прошлой неделе весь мир отмечал праздник всех любленных, но не думайте, что мы покажем вам подборку фотографий спортсменов с их возлюбленными. Думаю, вы и сами уже устали от кучи ванильных постов в вашей ленте, поэтому вот вам всегда актуальный твит полузащитника Яника Балази, который однажды столкнулся с неожиданной проблемой. День Святого Валентина 75 фунтов на обед, 50 фунтов на напитки, 20 фунтов за такси и 200 за отель. Ну а увидеть твое лицо, когда она говорит, что у нее эти дни, бесценно. Вообще, 14 февраля игралась Лига Чемпионов, потому количество парней, которые провели вечер в компании футбола, а не своих девушек, зашкаливало как никогда. Футбольные клубы подобное внимание к себе ценят, потому просто не могли остаться в стороне. Боруссия, например, в своем твиттере поделилась с болельщиками вот такой валентинкой с признанием в любви к клубу. А вот Бенфика, с которой предстояло играть Дортмунду, не растерялась. Что ж, у нас свидание сегодня вечером, главное не опаздывайте. Не переживайте, ответил Дортмунд, мы немцы, народ пунктуальный. В итоге вечер остался за португальцами, которые минимально обыграли Боруссию. Соперники в параллельном матче Лиги Чемпионов свои планы на вечер в социальных сетях не анонсировали, но французский пассажир тоже устроил ночь любви испанской Барселоне, обыграв тех со счетом 4-0. Твиттеры, Инстаграмы и Контакты начали пестреть мемами и шутками уже после матча, но больше других внимания к себе привлек пост Неймара. Шансы Барселоны в Лиге Чемпионов – 1%, остальные 99% – вера. Не слишком оптимистично, не правда ли? В этом смысле бразильцу стоит взять пример с одноклубника Иниесты. «Никогда не переставай верить», – гласит комментарий под его записью. Ну а Неймара, наверное, лучше вообще не выпускать на поле с таким настроем. Все же знают, насколько крут Златан Абрагимович. Просто, чтобы вы понимали, вместо мышки Златан использует льва. Когда Златан приходит к вам в гости, то вы гости. А когда Златан пошел в кино, фильм смотрел его в течение двух часов. Так вот, клуб Ибра Манчестер Юнайтед запустил любопытную акцию в своем инстаграме, которая целые сутки был посвящен одному лишь шведу, по сути его хит-трико в последнем матче. Ибраграм – так назвали получившуюся социальную сеть. Вообще, миру стоит задуматься над тем, чтобы переименовать все культурное наследие в честь Златана. Сам Ибра уже предлагал установить в Париже собственную статую вместо Эйфелевой башни. Глядишь, скоро и до этого дойдет. Ну и напоследок новость, не связанная с конкретным постом, а скорее в целом с миром социальных сетей. Португальский футболист Криштиан Роналдо за счет рекламы Nike в своих социальных сетях по итогам прошлого года увеличил стоимость бренда американской компании на 500 миллионов долларов. На странице португальца во всех социальных сетях подписано огромное количество людей, а за прошлый год он опубликовал 1703 поста с упоминанием Nike, на которые в виде лайков, комментариев или репостов в общей сложности отреагировали более двух миллиардов раз. Для чего я вам это говорю? Просто живите с этим. Мы-то с вами знаем, какая реклама была лучшей в карьере Роналду. Актритию. Актритию. Актрития. Ну а у меня на этом на сегодня все. Не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на аккаунты в социальных сетях. Вот Инстаграм нашей программы, а вот мой личный. С вами был Артур. Пока-пока. Матчи всех звезд проводят не только именитые лиги. Так, например, студенческая волейбольная лига Республики Татарстан смогла собрать под одной крышей восходящих звезд республиканского волейбола. Как проходило данное мероприятие и сколько звезд там в итоге оказалось на площадке, узнавала наш корреспондент Марина Вахуршева. Матч звезд студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан состоялся 20 февраля в спорткомплексе «Санкт-Петербург». Как и во всех матчах звезд НХЛ, КХЛ, НБА и так далее, организаторами решено было собрать две команды по географическому принципу – Запад и Восток соответственно. В данные команды вошли греки Казанского национально-исследовательского института, Казанского федерального, Казанского авиационного института, Казанского энергетического, Казанского архитектурно-строительного университетов и Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма. Первыми на площадку вышли женские сборные. Обе команды были изначально настроены на победу. Каждой из них хотелось принести в свою копилку первые очки. По исходу первых двух партий нельзя было выделить фаворита. Обе команды поочередно выбирались вперед. Данное явление естественно, ибо на площадке играют лучшие из лучших. В третьей партии игроки сборной команды «Восток» расслабились, допустив немалые ошибки в приемах, что позволило волейболистам команды «Запад» перехватить инициативу и уверенно обыграть соперников с итоговым счетом 1-2. У нас была хорошая защита, хорошее нападение. Немного не хватило собранности, потому что мы переживали столько болельщиков, такая большая ответственность. И просто на фоне нервов почти все моменты в той или иной степени не получалось воспроизвести. Вторыми на площадку встретились уже мужские сборные, игра которых носила более упорный характер. Первыми открыли счет игроки сборной команды «Запад». Благодаря многочисленным блокам, которые оказались неподвластны противнику, им удалось продержаться в лидерах со счетом 15-10. Во второй партии удача была на стороне соперника, во время игры которого нельзя было не отметить множество хорошо отработанных подач. Интрига игры звездных команд только нарастала. В третьей партии, несмотря на стремление игроков сборной команды «Восток» к заветной победе, волейболистам команды «Запад» все же удалось сохранить свое преимущество и одержать победу с итоговым счетом 2-1. Марина Вахрушева, Василий Садзюба, «Неделя спорта». Вот такая у нас выдалась «Неделя спорта». Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков и вы смотрели программу «Неделя спорта». Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Субтитры подогнали Симон.